Здравствуйте, друзья! С вами Владимир Волошин и его путешествия выходного дня, рассчитанные на детские эмоции. Мы из Риги отправляемся в научно-развлекательный центр Аху, который находится в Тарту. Покажем вам все прелести его, а также посетим аквапарк Тервис Парадис, который находится в Пярну. Это будут незабываемые осенние впечатления, которые так необходимы вашей семье. И что ж, отправляемся из Риги в Эстонию в путешествия выходного дня с Владимиром Волошином. А сейчас, друзья, по традиции, реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Огломская базилика, Пилсрундлский дворец, наша гордость, наша кухня, наш напиток и лучшая строительная компания Бригада-1, собственно говоря, спонсор данного выпуска. Ну что ж, отправились мы из Риги в город Тарту. Надо сказать, ехали 3 часа 21 минуту, пока дети спали, а мы выехали рано утром. Специально выезжаем рано утром, чтобы они все-таки в машине выспались, потому что впереди нас ждет насыщенный день в развлекательном комплексе Ахо. Как можем видеть, стоимость входа на целый день семейный билет 40 евро. Но надо сказать, что действует карточка для многодетных семей 3+, она международная, и если у кого есть такая штука, захватите. Очень полезная вещь, существенно сэкономит. Итак, заходим, наверное, в 10 раз мы отправляемся в это путешествие. И раз уж мы сюда как минимум раз в год ездим, это значит, здесь есть чем заняться. Напомним, что у нас разновозрастные дети, то есть у нас 6, 12 и 17 лет дети. И поэтому, в принципе, каждому из них здесь что-то интересно. Здесь есть стандартные экспозиции, которые помогают понять многие вещи детям. И также периодически разного рода выставки. В этот раз нам не особо повезло, была спортивная выставка, она нам, скажем так, не особо зашла. Но мы каждый раз проходим даже эти стандартные развлечения. Очень-очень кайфуем. Смотрите, здесь надо пройти с детьми зеркальный коридор. Когда Ника была совсем маленькая, было 3 года, и она заблудилась в этом зеркальном коридоре, звала маму и папу на помощь. И мы никак не могли к ней прийти на помощь, потому что найти ее было здесь невозможно. Это необычайное ощущение, когда ты со своей семьей заходишь внутрь, и вроде бы ты их видишь, но они не в зоне достигаемости. Очень необычное ощущение. Собственно говоря, поскольку у нас путешествие выходного дня, мы должны себя как-то почувствовать. Мы едем за эмоцией. Осень в Прибалтике серо, пасмурно, влажно, и хочется любых эмоций. А поскольку мы двигаемся в Эстонию, что мы получаем? Локационное путешествие, гастрономическое путешествие, но больше всего эмоциональное. Высокая эмоция – это то, что нам нужно. А взрослые, они ведь смотрят на эмоцию ребенка, а если у тебя несколько детей, то это разных, несколько совершенно разных эмоций от одной и той же штуковины. Это прикольно. Итак, мы Ваха, и вы должны понимать, что мы приехали сюда примерно в 9 утра, а ушли отсюда, чтобы не собрать, часов в 6 вечера. Вы представляете, как можно много снимать? А еще надо было не только снимать, но и как-то поразвлекаться здесь. Все, что здесь есть, это не спортивный фитнес какой-то там центр, а это разные развлекательные штучки. Вот, например, они здесь бегут, а на мониторе появляется человечек, и мы между собой бежим. И чем быстрее я бегу, тем быстрее на мониторе я побеждаю своего противника. Ну, и вот таких вот, скажем, локационных интересностей сотни. Если у каждой ты проводишь даже буквально по минут 10-20, вот поверьте, в 8-9 утра вы приехали, до 6 вечера, но мы только покушать успели. И мы постоянно были заняты. Эмоция накрывала эмоцию. Всевозможные научные штучки, дырючки, которых ты детям можешь показать. Вот, например, как развивается торнадо. Они видели в видеофильмах, что такое торнадо, а здесь они могут посмотреть его вживую. Вот, например, как, вот у меня Тимур увлекается муравьями, как эти муравьи живут, чем они питаются, камера наблюдения, камера с подтяжкой. Ты можешь увидеть глаз муравья, если захочешь. И, соответственно, эти всякие тренажеры, стенды, они объясняют, например, жизнь муравьев. Вот мы можем посмотреть на муравейник в разрезе, чем они кушают, как выглядит матка, как рождаются у них дети. Например, цыпленок. Мы можем здесь наблюдать, как от эмбриона до развития цыпленка каждый день происходит рождение маленького цыпленка. И вот здесь рождается каждые несколько часов один цыпленок. И ты можешь присутствовать при его рождении, а также видеть, как рождается новый цыпленок. От яйца до цыпленка. И маленьким детям, конечно же, это интересно. Дальше здесь есть итальянская такая, скажем, кафе. И все то, что здесь есть, безусловно, очень вкусно. Очень вовремя, потому что мы подкрепились вкусно, набрались эмоций и идем на выставку анатомии. Здесь ты можешь увидеть все про человеческое тело. Абсолютно все. От каких-то зародышев, от каких-то человеческих частей тела, неудачных эмбрионов, костей. Все что угодно. То есть на этой выставке ты можешь увидеть и понять, как устроен наш мир. Например, здесь детям показывают, как снимается мультипликация, как делается мультфильм. Вот смотрите, как бегут вот эти вот солдатики или пожарные, которые лезут сюда. И ребенок, по крайней мере, видит, как создается мультфильм. Интересно? Интересно. Куча всевозможных экспериментов. Вот, например, здесь мы можем побыть внутри трубы, в которую захочется, реально кружится голова. Хотя на самом деле это обычный вагон, но там зеркала расположены таким образом. Можем видеть, как работают всякие водяные системы, водопроводные системы. То есть каждому из этих стендов, если ты просто подойдешь, это уйдет уйма времени. Помимо этого, здесь есть Академия, которая показывает вам... Вот в данном случае нам показывали, как распространяется звук. Помимо этого, мы сняли свой видеоролик. То есть ты садишься в реальную машину и снимаешь кино про себя. В нашем случае это была погоня. Можешь почувствовать гравитацию. Просто невероятное количество разных ощущений. Повторюсь, с 8 утра до 6 вечера мы просто выжаты, как лимон. Мы получили такое количество эмоций, мы устали удивляться тысячу раз. И поэтому рядом рекомендуем вам вот этот шикарный отель «Сапфия». Он очень современный, он очень интересный, он нам очень зашел. Нам понравились здесь очень многие технические решения, которые, знаешь, захотели попробовать у себя дома. То есть периодически дома делаем мы себя ремонтик, что-то надо подкрасить другого тонныш, какую-то новую идейку посмотреть. И побыв в этом необычайном пространстве, нам этот отель очень зашел. В следующий раз, когда сюда поедем, непременно остановимся здесь. Раньше остановились в другом отеле. Смотрите, какой семейный большой номер. Это для двух детей левое крыло. Помимо этого, есть точно такое же крыло для взрослых. И взрослые, если захотят, могут закрыться в своей части номера, а дети в своей. И каждый проводил время по-своему. Взрослые как взрослые, дети как дети. Необычайно интересный завтрак. Очень трудно найти хороший завтрак в эстонских отелях, чтобы он был настолько насыщен. Мы здесь попробовали абсолютно все, включая разные эстонские деликатесы. И это, собственно говоря, второй наш день. И теперь мы готовы выходить из Тарту в курортный городишко Бярну. Между ними, благо, ехать порядка двух часов. Напомню, что мы 3 часа 20 минут ехали до Тарту из Риги. Мы посетили Ахо, переночевали в отеле София и отправились в следующий курортный город. Бярну. В Бярну есть Тервис Парадис. Это аквапарк. Он очень маленький, комфортный, семейный аквапарк. Здесь есть практически все локационные, водные такие инсайты, в которых интересно побывать. Например, джакузи, например, бассейн Инфинити. А этот аквапарк находится прямо на берегу моря. И это круто. То есть вид из окна просто волшебный, вид на море. Вы можете погулять по морю, по природным тропам. Есть порядка трех основных горок. Ну, конечно, это не супер-пупер аквапарк, но этих горок вполне хватает детям укататься. Но есть здесь еще такая сумасшедшая река. Семейная горка. Это, по-моему, просто шедевр. Я проехал, по-моему, все аквапарки мира. И вам скажу, что такой горки реально не хватает. Сейчас я вам ее покажу. То есть вы можете всей семьей впятером прыгнуть в горку. И где-то вы на ней скатываетесь. Где-то вы идете пешком. Где-то вы переворачиваетесь. Где-то падаете. Начинается она вот с такого водопадика. То есть здесь проводим какую-то часть времени. Здесь можно перекусить недорого. Покушать, подкрепиться. И потом, вот видите, вход в эту сумасшедшую реку. Просто отправляешься всей семьей в эту сумасшедшую реку. Очень шикарное место. Как можно видеть, она безопасная. Здесь можно и с трехгодовалым ребенком. И она такая больше похожа на туристическое путешествие по аквапарку. Очень интересно. Рекомендую. А вот напомним, что мы второй день. Если у нас здесь больше водных эмоций, больше спа эмоций, то до этого целый день было других позитивных эмоций. И вот в это осеннее серое время я очень рекомендую. А сейчас мы посетим зону для взрослых. Это у нас настоящее спа в аквапарке. Очень рекомендовано доплатить. Посещение аквапарка вам обойдется порядка 35 евро. Но надо доплатить 10 евро. И вы попадаете в необычайную зону релакса. Потому что взрослым тоже надо отдыхать, а не только заботиться о своих детях. И если в этой части мы спокойно, безопасно наслаждались водными аттракционами с детьми. Кстати, это очень безопасно. Обратите внимание. Ровно по центру расположен медицинский спасательный центр. И за вами реально наблюдают 100 камер. И поэтому вы можете быть гарантированы, что с вашим ребенком здесь ничего не случится. А не дай бог что, моментально окажут медицинскую помощь 3 медика. Это круто. Однако возвращаемся в нашу спа для взрослых. И она сделана очень релаксово, очень няшно, очень, так скажем, индивидуально, немноголюдно. Здесь есть очень теплый бассейн с разными гидромассажами. И здесь есть какие, только здесь нету, скажем так, саун от легкой сауны в 20 градусов до серьезной сауны в 120 градусов. Всевозможные бассейны, ледяная комната, соляные пещеры. Всюду с камерой не зайдешь, сами понимаете, там люди. Тропические души, комнаты для медитации. Очень шикарно. То есть здесь реально ты отдохнешь и душой, и телом. А вот только представьте себе, что мы отправляемся на выходные. То есть мы поехали с пятницу по воскресенье. Это настолько насыщенные выходные, вы не представляете. Стоимость такого путешествия, как правило, на 5 человек обходится порядка 300-350 евро. Все включено. То есть сравнительно недорогое путешествие и хотя бы раз в месяц, сами понимаете, рекомендовано. За окном у нас, напомню, не лето. Это ранняя осень, еще не опала листва. Но уже требуется каких-то таких путешествий от легких семей депрессии, хандры, для того, чтобы, скажем, ваша семья была в тонусе, жизненной, позитивной. И это все вы получаете от этого путешествия выходного дня, в эти два замечательных города, Тарту и Пярну. Максимально, сколько вы будете находиться в пути, это 3 часа 20 минут, если вы едете из Риги. И вы здесь получаете полный букет, полный комплект всех позитивных эмоций, для того, чтобы вы зарядились, для того, чтобы вы были готовы к новой тяжелой рабочей неделе, к учебе и к дальнейшей борьбе за существование в наше неспокойное время. А это было путешествие выходного дня с Владимиром Волошиным. Заходите на мой канал. Таковых у меня сотни. А на сегодня все. Спасибо, что были подписаны. Пока.